Мне было очень весело и интересно. Но я, конечно, был очень гиперактивным ребенком, и было очень тяжело найти общий язык с коллективом всегда. Да, у меня были лучшие друзья. Вообще, для меня это всегда такая тема была, что я даже не знаю, что для меня друзья это было что-то прям грандиозно. То есть я постоянно думал, повторял, с кем я дружу, какие у меня лучшие друзья. То есть я, грубо говоря, сам перед собой у себя в голове хвастался и радовался от того, что у меня есть друзья. Но меня было очень много всегда. Я прям гиперактивный человек даже вот до сих пор. Мне уже 30 лет, но я постоянно всех куда-то зову, постоянно пытаюсь что-то организовать. и люди, бывает, уже устают, короче, и думают, блин, вот бы он уже меня никуда не звал бы. Хватит. Но я был реально трудным ребенком, неусидчивым, очень невнимательным, гиперактивным. У меня было очень много энергии. Но я вот всегда как-то стремился к какому-то творческому эфемерному существованию. То есть мне никогда не нравилось быть роботом. Мне хотелось как бы всегда изучать то, что, ну, говорят, не надо изучать. Понимаешь? То есть говорят, это не нужно, это нельзя. Значит, мне как-то хотелось это изучить, наоборот. То есть мне всегда был любопытный эксперимент. Вот как-то всю свою жизнь я хотел делать то, что остальные делать не хотят. Или говорят, что нельзя это делать. Знаешь, как все спят внизу, а ты хочешь спать на потолке, типа. Ну, грубо говоря, странная вещь. Ну, как летучий мышь. Меня всегда пытались контролировать и переделать. Я это принял уже спустя время, потому что реально до того, как мои увлечения, мои таланты какие-то, мои эксперименты, мои протесты, мое вот это непослушание только в 23, в 24 года пронесло плоды. До 23, до 24 лет я как бы был неудачником просто-напросто и все. Ну, по крайней мере, по законам джунглей, по законам общества. Но внутри себя я просто чувствовал себя каким-то художником. Еще пока что непонятым. Моя вера, конечно же, бывала, переживала кризис. Все равно ты тоже на какую-то часть хочешь быть как общество, и хочешь быть как твои родители, и хочешь быть нормальным. И это как минимум не то, что самообман, но это какая-то программа твоего как бы мозга, и ты ей следуешь, чтобы не было каких-то сбоев или странных вещей каких-то. Ты хочешь быть нормальным, хочешь плыть по течению, быть со всеми вместе. И даже бывало, свою веру, свои мечты, свои таланты я сам от себя прятал. Ну, чтобы не выкорчевать их раньше времени. То есть была в глубине души какая-то надежда, которую ты лелеял, мечты какие-то. И, ну, ты просто не думал иногда о них и не хотел всерьез их воспринимать. Ну, просто потому что нужно было чем-то другим заниматься. Я закончил институт искусств уфимский. У меня просто бабушка, которая недавно не стала, она всю жизнь проработала актрисой у нас в Уфе в русском драматическом театре. И я с детства как бы ей вдохновлялся. Может быть, отчасти из-за этого пошел в институт искусств, но на самом деле мне действительно очень интересен театр и кино. Я большой фанат. Но просто свою жизнь связывать с театром очень тяжело. Я бы, наверное, не смог. Ну, хотел бы попробовать, но это просто тяжело, представляешь? Когда тебе надо учить постоянно тонны текста и, ну, 24 на 7 находиться на репетициях, а тебе хочется гулять. Ну, просто гулять хочется. Хочется на свежий воздух, хочется быть ближе к природе. Я часто рассказываю эту историю, потому что она очень поучительная и смешная, еще такая трэшовая, рок-н-ролльная, прям как в кино. У меня было много выступлений, таких и мелких, куда-то могли позвать просто пофристайлить. Но вот это вот прям первое на моей памяти выступление. Мы с коллективом, с моими друзьями, с Допклаб делали концерт в Уфе в таком заведении M-телевизион-бар, по-моему, он назывался, я точно не помню. Ну, небольшое помещение, наверное, весь клуб был примерно как вот эта съемочная студия, может, капельку больше. И у нас был там концерт, мы даже подготовили, сделали декорации, все обклеили наклейками. Это был концерт Допклаба, мы позвали друзей, гостей. Ну, и большие надежды мы возлагали на этот концерт, потому что наша музыка тогда уже успела обзавестись фанатами, было много комментариев, большая активность. То есть мы не были уже какими-то абсолютными ноунеймами, уже имели, знаешь, какие-то не то что надежды, гордые там уже в чем-то были, понимаешь. И тут приходит как бы очень мало людей. В основном там пару твоих друзей и пару там их друзей. Ну, в итоге там во всем клубе может было 20-30 человек. И может мы хотели там заработать на билетах, а в итоге еле-еле пришло только там пару человек за бесплатно. Вот. Ну и мы выступаем, естественно, там ужасный звук, кто-то там нервничает, злится, да, ты это все видишь, этим пропитываешься. Ну, я очень жесткий эмпат, я это, ну, прям дико все всасываю в себя. Видно, что все идет как-то вот наперекосяк, не по плану. Ну, мы все равно выступаем и как бы делаем вид там, что все ок. И тут как бы я пою песни, ну, в ужасе таком тоже небольшом пребываю. Каждое для меня выступление – это, ну, прям ужас. Нервная система переживает очень сильно, типа прям дух захватывает, ну, реально. И тут как бы это одно из первых выступлений, ладошки потеют, ну, просто люто, короче, нервничаешь. И тут какая-то взрослая женщина поворачивается вот так вот от бара, она, ну, такая, видно, что нетрезвая, ну, и что-то кричит, короче, а потом на меня смотрит и показывает мне вот так фак, короче. Ну, и типа такая «Вы говно!» Вот, знаешь, вот в таком духе. И типа я даже уже тогда, типа, ну, не сильно из-за этого расстроился, но я поугорал уже тогда, типа, думаю, блин, охрененно, ну, ну, хоть что-то, типа, веселое, типа. И до сих пор рассказываю всем друзьям, и мы ржем. Ну, классная история, спасибо. Вообще, я думаю, мало каким родителям легко. Это либо суперпризвание твое, либо, может быть, в силу возраста, когда ты, ну, постарше, да, родитель. То есть у нас же тенденция есть, что родители молодые, там. Мои родители, например, меня завели, когда им было по 19-20 лет. Вот, тогда это было абсолютно нормально. Сейчас я, конечно, думаю, что это, ну, сложно очень, неправильно. То есть на самом деле все зависит от многого. Вот мне кажется то, что мы должны прийти к тому, что у нас начнут заводить детей в 30 лет. Но при этом, что в 30 лет люди будут, ну, чувствовать себя, и здоровье у них будет на 20 лет. Хотелось бы, чтобы люди могли вот себе позволить, там, до 30 расти, растить себя. И в 30, как бы уже, когда все получилось, и ты такой, как бы еще в самом соку, понимаешь? То есть без каких-то сильных проблем, там, с психикой, здоровьем или, там, материальными проблемами. И ты уже полностью, будучи зрелым, насыщенным человеком, полностью посвящаешь себя отцовству, родительству. Я считаю то, что без твердой руки ребенок, наверное, быть не должен. Ну, и то есть позволять все своим детям 100%, это, наверное, неправильно. Если вот ребенок хочет съесть очень много сладкого, пусть ест. Я, например, ну, с этим не согласен. Я считаю то, что все равно нужно как-то, ну, не то, чтобы противостоять, да, своему ребенку, но что-то не разрешать ему, потому что он, ну, поплачет, поплачет, успокоится. И вот это вот как раз-таки закаляет твой характер. То, что ты плачешь, то, что тебе, ну, там, больно, но ты после этого не сдаешься. Ты успокаиваешься, приходишь в себя и идешь дальше. Здесь не получилось, пойдешь в другую сторону. Как бы в этом и есть, мне кажется, суть закаления характера. Особенно, ну, как говорят, мужского. В основном, да, типа тупо терпишь. Знаешь, бывает такое, что я пытаюсь как-то себя отвлечь в день концерта, потому что вот это ожидание, оно прям вообще тебя изматывает. Там бывало то в тренажерный зал сходишь перед этим и как-то более-менее становится. Либо мы участвуем же в турнире по Доте и КС в команде студия 21. И вот у нас игра в один день выпала с моим концертом. И вот это было где-то 4 дня назад, может, 5. Мы победили, кстати, 2-0. И вот как-то это тоже немного отвлекло в плане не было очень большого томительного ожидания. Но, конечно, много сил тоже забрало. Вот. Ну, иногда мы тусили как бы в день концерта. Тоже было более-менее. Но на самом деле на качество концерта это хуже. Хуже влияет. Знаешь, было легко давать концерты, когда вот как раз было очень много туров, и они были каждый день. То есть они быстрее пролетали. То есть когда у тебя очень давно не было концерта, тяжелее бывает. Я вообще стараюсь перед концертами не пить, потому что даже одна рюмка, она... Как ты больше начинаешь промахиваться по нотам. То есть как-то, ну, расслабляешься. Расслабляешься. Вообще основное действие алкоголя, это... Оно притупливает твою нервную систему, и тебе становится просто, ну, насрать, короче. У меня нету какой-то предрасположенности к алкоголизму запойному. Потому что я видел, как люди неделями тонули в алкоголе, уже, ну, становились безумными как бы. И умирали. Я пью алкоголь. Я люблю тусоваться, веселиться, и, ну, вообще отношусь к алкоголю очень эстетично. То есть, например, бокал красного сухого вина, это, как по мне, очень эстетично. Иногда бывало, оно в две-три бутылки вина перерастало. Но в любом случае ты потом неделями, месяцами как бы не лежишь и не пьешь. Поэтому я считаю, что все ок. Мы выпустили эпишку на пять треков перед Хэллоуином. Она называется «Алукарт». И мы планируем дальше девятитрековый альбом на весну. Пока что не могу ничего сказать про название, про гостей. Но я знаю, что настроение у релиза будет такое более взрослое. Более взрослое звучание. Во-первых, я хочу сильнее как-то отойти от хип-хопа и рэпа трендового, который любят сейчас молодежь. Ну, вот такое все новое. Я хочу от этого отойти и больше какой-то сделать поиск, можно сказать, дань уважения в сторону фанка старого какого-то, рока. Ну, это, конечно, будет перемешано с современным хип-хопом, но хочется вот поискать что-то больше в сторону Андерсона Пака, в сторону Бруно Марса, может быть. Даже вот проанализировав весь альбом, переслушивая много раз, я понимаю то, что там тоже про взросление какое-то. Знаешь, про 30-летнего мужчину, который переживает там какие-то трудности, взаимоотношения и с женщиной там своей, и с друзьями, и вообще с самим собой. Вот как раз, знаешь, с этим поиском, то, о чем мы говорили сейчас, о переживаниях, о том, что, ну, реально, это не так просто быть человеком, быть мужчиной, быть отцом, хочется реально быть ребенком. Всем нам хочется, ну, чтобы время остановилось и дало нам побыть тем, кем мы являемся. Потому что мы же, как бы, реально каждую секунду приближаемся к какому-то столкновению. Это и есть природа человека. Вот, и это чувствуется, это ощущается, ты это понимаешь. Да, я это ощущал, это, как бы, и внутренние какие-то перемены, и внешние, не только в твоем характере, не только в твоем мозге, ну, даже твое тело меняется, и ты это чувствуешь. Конечно, моментами тяжело это признать, да. Ну, знаете, есть вот эти семь ступеней принятия, как бы, туда-сюда, ну, то есть, и одно из первых, это, ну, принять какие-то штуки и сказать, ну, какую-то правду, да, не бояться просто говорить о ней. Даже если она какая-то странная, которую не все бы хотели видеть, обсуждать, ну, ты можешь об этом говорить с юмором легко как-то, с гордо поднятой головой, и это нормально, потому что все люди через это проходят, отрицая это или не отрицая. Вот отрицание – это вот первое, с чем нужно, возможно, поработать. Мне кажется, что я нахожусь уже давно в стадии смирения, и это и есть взросление, то есть, возможно, смириться с какими-то вещами и понять, что нужно, не нужно с этим бороться, нужно уметь это принять и полюбить, и дальше кайфовать. Меня пугает вообще слово «политика», и мне кажется то, что вообще мало хорошей политики, правильной, на земле. Мне так кажется. То есть, политика – это такое само по себе явление тоже импровизированное. Грубо говоря, если взять то, что вот политика существует много-много-много веков, она, по сути дела, стала такой импровизированной. То есть, ее, мне кажется, не строили. Она, знаешь, она как дженго, которые вот так вот добавляются уровни. И всегда люди в политике следят, по сути дела, за тем, чтобы она не упала и не разрушилась, и не наступил полный пиздец, хаос, к каннибализму, чтобы был какой-то контроль. Но моментами, мне кажется, что у нас уже давно на земле какой-то капитализм процветает, и часто политика нужна просто для того, чтобы очень маленькое количество людей зарабатывало огромные деньги, а остальное огромное количество людей типа паслось, грубо говоря, на пастбище и не мешало. Вот. Такая политика мне не нравится, например. И я чувствую то, что она вообще во всем мире процветает, да, просто. Где-то это лучше прикрывает, а где-то хуже. Вот и все. Мне бы хотелось, чтобы политика больше была направлена на экологию, на науку, на как раз-таки вот эти институты медицины, чтобы человек больше изучал здоровье свое, душу. Ну, понимаешь, у нас 8 миллиардов на земле, и как вот каждому успеть помочь? На самом деле я очень открытый, слишком открытый. Мне как-то сказал один мой товарищ, что я живу с открытым забралом, и это типа очень сложно. И мне очень понравилось то, что он сказал, я понял, что он прав. Завихрение мое какое-то, что я понимаю, что я не умею притворяться особо и плохо притворяюсь, поэтому подумал, зачем вообще тогда притворяться, и чаще стараюсь быть самим собой, даже если это моментами нелепо или кринжово, как многие любят говорить. И друзей у меня поэтому близких очень не так много. Человек 5 самых близких, человек 10 вот нашего какого-то основного там компаний, где мои близкие друзья, моя семья, мои самые близкие коллеги, самые близкие товарищи, да? То есть как-то так есть корр. А если как бы брать уже знакомых, вообще сеть разрастается на десятки тысяч, наверное, людей. Я не могу вообще просто не воспринимая людей, которые позволяют себе унижать других людей. Мне сразу отрицание просто максимально идет. Нужно уметь своих подчиненных контролировать, да? Например, но унижая при этом их, это неправильный подход. Может быть, он даже и работает иногда, да? Но я придерживаюсь того, что нужно быть, ну, уметь обсуждать эту проблему, да? Если у тебя с кем-то конфликт даже, то нужно постараться его урегулировать логически, а не силой. Вот. Назову топ своих режиссеров, самых любимых. Это на первом месте, наверное, Ароновский. Мне очень понравилось просто, как он соединил какую-то глобальную высокую тему. Главная задача режиссера, да? И стиль, и картинку. То есть у него одновременно, как по мне, самые стильные и при этом очень глубокие фильмы. Это вот «Черный лебедь» — очень красивый фильм. И «Мама» — очень жесткий фильм. Ну, и то, и другое. Ну, гениально снято, как по мне. Максимальная вот коллаборация между современным стилем и каким-то не современным, а вечным смыслом. Потом очень нравится Уэс Андерсон. Тоже очень-очень стильные картины. Добрые такие. Тарантино. Я все фильмы у него смотрел, обожаю. Тоже очень стильный чувак. Ну, это прям классика на самом деле. И нравится еще Паола Соррентино, по-моему, который папу снял. Великая красота, молодость, очень стильные тоже картины. Лоро. Все, вплоть до саундтрека. Прям такая эстетика фильмов. И она очень взрослая, на самом деле. Это тоже круто. Не все понимают, что хочет сказать автор. А он вот как-то умеет передать просто через картинку ускользающую красоту жизни. И в этом-то и есть как бы красота жизни, что она ускользает. Ее не так уж и много. Я не знаю. Иньерит его еще очень крутой режиссер. Обожаю. Особенно его ранние картины. То есть все смотрели «Выживший», все смотрели там «Бёрдман». Да, это его уже коммерческий прям успех. Но у него есть старые картины. Например, там «Сука, любовь». «21 грамм», «Бьютифл». Вот там вот действительно прям, ну, вау. Ну, на самом деле, я давно мечтаю об этом. Давно думаю, да, уже как бы я бы это хотел сделать. Начнем с того, что я бы, наверное, хотел бы объехать весь мир. Не хотелось бы думать как раз-таки о полноценном переезде. Хотелось бы покочевать, может быть. Хотел бы пожить на море прям длительный срок. Может, год или два. Выращивать свои овощи, фрукты. Может, даже скотину держать немножко. То есть у меня были периоды, когда я просто там благодаря съемкам пожил, например, где-то во Франции, под Парижем на конюшне несколько суток. И, ну, я не знаю, это прям, не знаю, хочется, типа, прыгать как ребенок от счастья, когда что-то такое происходит. То есть эта тема как будто делает тебя счастливым. Ну, очень интересует рыбалка. Хочу, знаешь, на целый день, раз в неделю или раз в месяц уходить в море, например, с сыном там или с кем-нибудь, или даже один. И, ну, вот один день посвящать тому, что, как бы, ты ловишь рыбу где-нибудь в океане, и потом привозишь ее домой, замораживаешь, и в следующий месяц ей питаешься. Ну, конечно, честно говоря, исходя из экологических, опять, убеждений, и из того, что у нас 8 миллиардов, действительно, это не очень гуманное занятие. Реально, если бы я вот мог быть идеальным человеком, я бы отказался бы от, там, рыбалки и от поедания пищи. Но, с другой стороны, очень нравится сам процесс рыбалки. Ну, вот просто представьте, ты поймал в океане атлантическую селедку. Принес ее домой и сделал из нее сельдь под шубой. По-моему, прикольно. И потом еще налил себе бокальчик вина из собственного винограда. И закрутил себе папироску из собственного табака. Вот так бы я хотел, наверное, свою старость встретить. Продолжение следует. Продолжение следует...